Ух, меня не видно. Сейчас будем искать меня. Вот, сейчас видно. Всем привет! Как меня слышно? Я думаю, видно. Ставим плюсики, девчоночки. Вот вам минус однокомнатной квартиры. Все здесь. И вентилятор, и цветы, и ход за спиной. Все нормально. Так, я думаю, будем начинать. Кто придет позже, если что, посмотрите записи. Всем еще раз привет! Я думаю, все меня знают. Но все меня больше, наверное, знают, особенно новички по школе. Там есть моя история. И из-за того, что там есть моя история, я и назвала свой вебинар здесь. Моя история, часть вторая. Сразу хочу оговориться, почему я решила ее так назвать. Потому что все мы знаем, что каждый день, каждый месяц, каждый год мы что-то где-то новое узнаем, меняемся, трансформируемся. И точно то же произошло и со мной. Потому что, например, я свою историю просматривала два раза. Это первый раз, когда она вот вышла, и второй раз, наверное, школу просматривала или что, в общем, не суть. И знаете, сейчас я, наверное, очень многое преподнесла бы совсем по-другому. Поэтому я и назвала этот вебинар часть 2. Точно-точно, Люда, спасибо. Да, у меня были технические неполадки, которые я не могла их решить. Но они сами по себе как-то решились. Я так вижу, меня, наверное, не очень хорошо видно. Подождите секундочку. То же самое. Ну, как есть. Здесь уже ничто не сделаешь, ничего страшного. Главное, чтобы меня было слышно. Итак, начнем. Итак, начнем. Значит, самое начало, я думаю, все знают, поэтому сильно затягивать не буду. Сегодня расскажу свой путь к мечте, своим целям, потому что он все-таки у меня немаленький. Я в компании уже 9 лет была в июне. А вообще сетевом я 11 лет, потому что начинала я в всем известной компании Reflame. Правда, я там была продавцом. Регистрировала, знала, что есть рост по маркетинг-плану. Но регистрировала таких же продавцов. И мы просто продавали. Ну, сначала, конечно, я где-то родилась. Родилась я в Драгичинском районе, это Абрестская область, Беларусь. Деревня Бездиш. Деревня не маленькая, деревня огромная. Поэтому у меня, ну, можно сказать, я росла с комфортом, потому что у нас была и ванная, и санузел. Деревня была и школа трехэтажная, и дом культуры, и церковь, и костел, и павильончики, и магазинчики, и, в общем, и больница, и поликлиника. Все-все-все у нас в деревне есть. Но с детства я мечтала стать учителем. В эту мечту, как вы все знаете, никто не верил, потому что в моем роду все работали в колхозе. Ну, сейчас я это все понимаю, потому что у нас уже столько не было и обязанностей по дому. Например, вспомнив себя, я хозяйства, можно сказать, почти не касалась. А я прекрасно понимаю, что когда, допустим, или моя бабушка, она вообще родилась в войну, или мои родители, они были погружены все в хозяйство. Поэтому, я думаю, они и не очень хорошо учились. А так как на мне были обязанности только, ну, как уже в подростковом возрасте, уборка по дому, то, конечно, что мне было делать? Надо было учиться, поэтому я хорошо училась в школе. Поступила в Пет-колледж в город Пинск после 11 классов на хорошую специальность, начальные классы с английским языком. Там я познакомилась с нашей Оксаной Богданович. Она была на год старше, потому что она, получается, поступила после 9, я после 11, вот такая разбежка. Я могла с ней не познакомиться, потому что, сами понимаете, я же не одна там учусь. У нас и в общежитии много жила, и в колледже большие группы были. Просто так получилось, что мы жили друг напротив друга. Сначала, да, как бы не общались, ну, просто здоровались, а потом где-то, даже не помню, что произошло, как-то вот так вот сдружились. И она мне даже до сих пор, помню, помогала разрабатывать урок по математике, и я брала у нее наглядности. Ну, учителя поймут. Дальше закончила Пет-колледж, по распределению попала учителем в деревню в своем же районе, потому что у меня было направление. Ну, деревня, как бы, тоже не маленькая. То с нашей местности, это Закозель. И заочно поступила в Пет-университет в Минске на специальность историк. Сразу говорю, что Пет-университет шла только для высшего образования, поэтому поступали туда, куда меньше всего набор, точнее, уже слова вылетают. Куда я сто процентов поступлю, одним словом. Вот. Ну, и плюс, на тот момент еще сильной уверенности не было, и поступала я за компанию, можно сказать. Поступала в Минск. В Минске я до этого была только в школе. Два раза мы ездили на экскурсию. Сама бы я туда не поехала, я просто шла за компанию с подружкой. Все. В итоге, получается, на пять лет, и вот так вот я и работаю, и учусь. Но зато у меня, кто-то подумает, специальность классная. И учитель начальных классов, и учитель английского, и учитель истории. Да, у меня специальность такая вот интересная, но учителем истории я, можно сказать, не работала. Пару уроков заменила, когда в деревне еще работала. А так, я как-то и не хотела работать им, потому что мне с маленькими детьми намного проще работать, чем с взрослыми. Поэтому я даже, еще раз повторюсь, не стремилась. Учителем английского поработала я только год. Это был последний год моей, можно сказать, работы. Учителем начальных классов три класса выпустила, но ни один класс не начала с самого начала. То есть первый свой выпуск, они уже пять лет после школы, вот это, можно сказать, мои дети. Я их и воспринимаю своими детьми, потому что я их взяла со второго класса, выпустила. Они меня приглашали на выпускной, и вот их я больше воспринимаю как своих, потому что второй класс, который я взяла, я просто доводила за учительницу, которая пошла в декрет, там, год и, наверное, два месяца. И затем, кстати, буквально недавно я разговаривала с девчонками, так и сказала, что, наверное, если бы я не ушла с той деревни, где я начинала, я бы, наверное, до сих пор работала учителем. Потому что там коллектив был просто мега крутой. И вот то же самое происходит у нас. Потому что по поводу коллективов, несмотря на то, что я проработала всего лишь восемь лет в школе, мне есть с чем сравнить, и там была очень классная атмосфера, довернительная атмосфера. Всегда хорошо к тебе относилась администрация, заучи, директор. Ну, сейчас-то поменялся директор, поэтому я ничего не могу сказать, но вот на тот момент мне нравилось. Но у меня была одна проблема. Это тогда я понимала. Сейчас я понимаю, что это все был мой путь к мечте. Вот восемь лет я работала, и восемь лет я все время кого-то заменяла. То есть у меня не было постоянного места работы. Поэтому я, можно сказать, сидела на пороховой бочке. Вроде бы и работаешь, но в любой момент, сами знаете, учителя очень редко сидят в декрете. До конца, то есть три года, очень редко, потому что, в принципе, работа, как говорится, не пыльная. Почему бы не выйти? И вот сидишь и не знаешь, а вдруг выйдет, а вдруг выйдет. И поэтому мне предложили работу в городе. А так как я уже за это время вышла замуж, и мы жили в городе, а в ту деревню, где это 16-17 километров, я ездила каждый день на автобусе. И получается, я, конечно, согласилась. Но это была новая специальность, это был социальный педагог в приюте. Меня охватило там ровно на год, потому что, я думаю, здесь не надо даже объяснять. Очень тяжелая атмосфера, прям очень тяжелая. Все-таки дети, которых забрали у родителей, но я как-то не воспитателем была, а социальный педагог. Моя задача была в основном работать с родителями, которые сбились с пути. И что могу сказать, это абсолютно неблагодарная работа, потому что, опять, ну, в общем, я не могу не отвлечься, но я не могу это не рассказать. Я могу сказать, что вот за год работы в приюте могу сказать точно только одна мама, которая на самом деле поняла свою ошибку. Остальные, несмотря на то, что детей возвращали, то есть они выполняли все наши условия, год, два, три опять начиналось все по накатанной. Поэтому не зря говорят, что алкоголизм – это болезнь, и ее нужно лечить. И в первую очередь ее нужно лечить здесь. Поэтому последняя, можно сказать, была капля, когда мы провожали ребенка в детский дом. Он у нас прожил 9 месяцев. И я сказала, нет, я не хочу. Я не хочу жить в этом негативе, потому что мы посещали эти семьи, мы видели это убожество, мы видели этих людей. Ну, это просто, не знаю, как это надо посмотреть, пережить, но лучше не нужно. Поэтому, когда я узнаю, что кто-то идет работать социальным педагогом, ну, в смысле учиться, говорю, зря-зря-зря, но это их выбор. Дальше, после этого мне посчастливилось, тоже на тот момент я думала, предложили мне работу начальных классов в гимназии города. И вот здесь я могу сказать, уже, нет, кстати, пошла я в сетевой еще, когда была в приюте, но, как я уже сказала, в Арифлейм. И вот, кстати, и в этом же приюте нас поставили на очередь на квартиру. Вот мы построили квартиру. Кредит. Но у нас мы попали под льготный кредит. Значит, кредит на 40 лет, но мы платим очень-очень мало. Чтобы для всех было понятно, где-то 6 долларов. Поэтому это, можно сказать, мелочь. Даже в магазине нормально ничего на это не купишь. Так что хотя бы квартира у меня на тот момент была. И так вот, нас пригласили на собрание, потому что собирался кооператив. Точнее, он уже был собран, кто-то отказался, нас включили. И что самое интересное, на этом собрании председатель отказывается от председательства. И одним словом, кто будет? Конечно, никто никогда не хочет быть начальником. Абсолютно никто никогда. А мы только первый раз пришли, мы абсолютно никого не знаем. Но я не знаю, почему я обычно до этого никогда не садилась в первых рядах. Мы с мужем почему-то сели в первых рядах. И он сидит такой приколом, на меня толкнул и говорит, иди председателем. И это все услышали, там были руководители, там госполковым и так далее. Мол, вот девушка желает. Говорю, вы что, я не желаю. Все-все-все решено, кто за то, чтобы там это. Короче, без меня меня женили. И вот так я стала председателем ЖСПК. Здесь я в который раз убедилась, что руководить людьми – это, девчонки, просто нечто. Это абсолютно неблагодарная работа, абсолютно неблагодарная. Хотя, я не знаю, с меня потом все смеялись. Раскрываю вам тайны-тайны, что я, наверное, единственный председатель, который построила себе квартиру сама. Обычно все что делали? Все на халяву. Ты же председатель кооператива. Если тебе не сделают, значит, ты не подпишешь бумаги. Я со всех инстанций, с кем я работала, абсолютно ничего не потребовала, не ставила никаких жестких там условий и так далее. Я ко всем относилась по-человечески. Я сразу говорила, что здесь я не понимаю. Объясните, все-таки я не строитель, у меня муж строитель. Все. Но никто это не оценил. Как говорится, всем хорошей не будешь. Поэтому сейчас, если кто-то собирается идти на какого-нибудь начальника, буквально недавно у меня брату предлагали стать директором Дома культуры, ну, сказала я ему пару слов, но он, правда, и не собирался. Поэтому работать с людьми – это вам очень тяжело. Благо у нас совсем другая девчонки работа. У нас девчонки работа в удовольствии. Поэтому вот так вот шла я к мечте. И в это время, представляете, я работала. Я до сих пор не знаю, как я вот это успевала. Во-первых, у меня не было машины. Все было на автобусах или пешком. Значит, я работала учителем начальных классов, учителем истории и кружок. Это у меня было почти две ставки. Дальше я была председателем кооператива. То есть надо было то туда собрание, то туда поехать на объект, то в ПМК, то то-то-то-то-сё, то УКС. Это просто тоже не передать. И в это же время я не просто была уже в Фаберли. У меня был офис только пока на дому, потому что я не нашла аренду. А надо было открывать срочно, потому что заказы мне высылала Оксана из Пинска. Заказы были огромнейшие. Конечно, мы платили за пересылку. Это было очень невыгодно. И в итоге я открыла офис на дому. И получается, после школы я летела автобусом домой. Благо, муж меня работал в соседнем дому, строителем. Он получал заказы. Я быстрее... Только я помню, приезжают домой со мной. Девчонки едут за заказом. Со мной же автобусом. То есть мы вместе заходили в квартиру. И, кстати, здесь же учителем я опять работала на замене декрета. Я, в общем, говорю, все время на замене декрета. И тут меня где-то вызывает девчонки директор. Вы что, меня делают такую значимую единицу, что, в общем, я им очень нравлюсь. Я такая харизматичная. Я такая упорная. Там бла-бла-бла. Они хотят видеть меня в рядах. Ну, то есть на постоянной основе. Но пока места нет. Поэтому мы вам предлагаем. Пойти на год воспитателям в продленку. А потом... Как раз там одна женщина уходила на пенсию. Мол, мы вас поставим на вот это место. Ну, у меня же что? Я не думаю, что у меня давно Фаберли. Ну, кстати, тогда уже была почти зарплата как учителя. Это точно. То есть я была, в принципе, такая же, как и все. Я хотелась удержаться на двух зайцах. Благо я уже отказалась от председательства. Потому что, еще раз говорю, просто такие проблемы создавали. Я из-за них и по ОБЭП ходила, и по следственным кабинетам ходила, и по налоговым ходила. Были только кляузы, кляузы, кляузы и кляузы. И пошла я на воспитателя, потому что, ну, зачем иметь одну зарплату, если можно иметь две зарплаты. ИП у меня было уже открыто, потому что у меня был офис, а когда открываешь офис, конечно, нужно ИП открывать. В общем, пошла я на воспитателя ГПД и началось. Во-первых, у меня был первый класс. Это был настоящий детский сад. Я думаю, учителя поймут. И дети совсем по-другому к воспитателю относятся. И родители. Это мне очень не нравилось. Дальше, конечно, мне не нравилось, что у меня, получается, вторая половина дня полностью была занята. Дальше началось постоянно что-то где-то, подковырки со стороны администрации, зауч, а особенно директор. Чуть что сразу. Ой, знаете, мы еще подумаем, оставить ли вас. То есть, извините, там, пару месяцев назад ты мне одно говорила, а здесь ты мне один раз одно говоришь, второй раз. И то есть я поняла, что даже если я здесь останусь, они постоянно будут все время... В общем, ты всю жизнь должна им доказывать, что ты специалист. Извините, у меня 8 лет опыта, у меня первая категория, у меня 3 выпуска, как я всегда... Я думаю, вы все заметили, что у меня сам по себе хороший темп, голос, и, как я всегда говорила, мне все учителя завидуют, что у меня сам по себе хорошо поставлен голос, что у меня никогда не было сорванного голоса, что мне не нужно кричать, меня и так все слышат. И, знаете, я поняла, что я буду уходить. Мужу я сказала, благо он мне не мешал, ничего не говорила, ну, занимается, занимается, хобби, хобби. Сначала, какая разница, косметика, ну, вроде бы, все равно же мы это покупаем. Деньги у него я не прошу, там, заказы оплатить, как говорится, в кредиты не лезу, поэтому почему бы нет. И просто я ему говорю, наверное, я буду увольняться. Ну, увольняйся. Все. Но все равно же, девчонки, страшно. Как это так? Нас же с детства учили, что ты что, госработа, это же стабильность, это же пенсия, это же стаж, да еще учитель, это уважаемый человек, вы что? Это же ты будешь ходить там на каблучках, да тут с портфельчиком, да с тобой все будут здороваться. Я до сих пор, как это вспоминаю, такое чувство, что со мной до сих пор не здорово. Сейчас со мной здоровается еще больше людей, чем когда я работала учителем. Это 100%. И просто было страшно уходить. Но я всем это рассказываю, но я абсолютно не помню, что произошло. Я просто себе поставила установку, что будет знак, когда мне нужно будет уходить. Но я не помню, какой это произошел знак. Как говорится, хоть убейте, я не помню абсолютно. Но муж был поставлен в известность, может, еще месяца два назад. Просто я до сих пор помню, это были каникулы дополнительные в феврале. Они уже, кстати, заканчивались. И я сидела в кабинете, детей, как понимаете, не было. И просто думаю, все, иду, увольняюсь. И прям выхожу с кабинета, а мы были совсем в другом криве. И прям я, девчонки, нос в нос, чуть ли не врезалась в зауче своего. И я говорю, Ирина Николаевна, я как раз иду к вам. Да, что произошло? Знаете, я решила уволиться. Она сразу такая, а вы что, нашли себе новое место работы? Ну, говорю, как нашла? Как бы оно у меня уже давно есть. А у меня уже был полноправный, полноценный офис на том же месте, где и сейчас, только в другом помещении. Что самое интересное, никто не знал. Ну, наверное, я скрывала, хотя мои окружающие, там, мои девчонки все знали. Ну, администрации, я имею в виду, не знали. Говорю, ну, как бы я уже давно работаю в Фаберлик. У меня там офис, у меня то, у меня сё. Ну, вы это уже решили, вы знаете, куда идёте, идите к директору, пишите заявление. Директор на втором этаже. Я не успела дойти до директора, конечно, директор уже была уведомлена. И что самое интересное, я до сих пор помню, это было 26 февраля. Директор мне говорит, пишите по соглашению сторон, но я понимаю, вы хотите чем побыстрее уйти. Говорю, ну, как бы хотелось. Значит, пишите заявление с 1 февраля. Представляете, оказывается, так можно. Я, например, не знала. Ну, и типа, с 1 марта вы уже не выходите. Окей, не вопрос, но получается, надо 2 недели отработать. И в итоге получается, 26 я пишу в конце дня заявление. У меня даже, по-моему, один день, потому что там попадали выходные. И с 1 марта я птица вольная, можно сказать. Потом я расскажу о своих, это, ну, получается, удача, но, конечно, были и преграды, без них никуда, но мы дальше идем. Да, надо было мне листать, ничего. Ну, за это время, как я уже сказала, я вышла замуж. Вот это буквально там пару месяцев после свадьбы. Ну, учитель и везде учитель. Здесь я уже ушла. И вот здесь уже, кстати, да, это произошло, можно рассказывать. Получается, я уже, когда увольнялась, я была в открытом звании директора, рассказываю тем, что на распутье уходить, не уходить, не уходить, не уходить. По Берлик я зарабатывала, ну, опять же, перевожу, чтобы всем было понятно, где-то долларов 50 больше, чем на основной работе зарабатывала. У меня была на тот момент только одна лидер, моя подружка, с которой мы, кстати, поступали в Минск. Она жила в Пинске, и, получается, к ней и Оксана была ближе, и мы все помним историю Оксаны. Она уже на тот момент проводила обучающие и вебинары, и тренинги личные. Личные они и арендовали помещение, встречались, а мне все-таки 70 километров до Пинска. А вот моя Таня, она посещала все вебинары, все тренинги. И, кстати, один раз мне Оксана, до сих пор помню, звонит и говорит, ты в курсе, что тебя скоро перегонят? Говорю, в смысле? Тут твоя Таня так регистрирует, зайди, посмотри. Я захожу, ничего себе, не помню, или акция какая-то была, или что. Меня структура растет просто на глазах. И в итоге, да, я поняла, что, ну, я думаю, вам объяснять не нужно, что если под тобой растет лидер, и он пооборот у тебя обгонит 100%, потом он будет зарабатывать больше. Ну, и я начала, можно сказать, бомбить отрыв, но тогда мы не работали, девчонки. Это был 12-13 год. Мы не работали так, как сейчас. У нас не было директоров светочек, у нас не было совместного построения. Мы все росли вширь. Что я? Я хочу денег, девочка. Я простой учитель, у которого не было стабильности. Да, я не бедствовала. Я могла купить, допустим, кожные сапоги, какую-то куртку хорошую. Я уже в это время ходила на маникюр, на пикюр, парикмахерская и так далее. Я не бедствовала. Но у меня была мечта. У меня была мечта машина. У меня водительские права были с седьмого, обманываюсь, с восьмого года, февраля. Но у мужа водительских прав нет. Ему машина не нужна. Также, наверное, ему подсказывают, зачем тебе покупать машину. Это же будет ездить Оля. Вот поэтому я сказала, что не нужно мне покупать машину. Я на нее заработаю. Что и произошло. И вот так вот получается, я выросла. Получается, Таня моя делала, когда полторы тысячи, когда две. Ну, понятное дело, я стабильный, хороший директор. И вот так получилось, что я увольняюсь. 1 марта. Очень хорошо помню, на свой день рождения я закрываю директора, получаю бонус. На тот момент он был тысячу, ну, на наши деньги сейчас, а не тысячу четыреста пятьдесят, да. То есть был меньше. И я до сих пор тоже помню. Вот не знаю. Прям вчера сделала презентацию, и прям все въелось опять в память. И мне звонит Таня и говорит, Оля, я ухожу. В смысле уходишь? Как уходишь? Чего уходишь? А у нее тоже был офис. Ну, я как бы знала, что у нее там в семье кое-что происходит, но я не думала, что будет все так. Ей оставался один шаг. Один шаг до директора. И вот те нюансы, которые произошли у нее в семье, ее на самом деле просто сломили. И, кстати, в феврале у нас была встреча в Пинске 15 лет после колледжа. Я ее девчонки не узнала. Абсолютно. Не, на лицо остался тот же человек. Но я поняла, что, ну, я бы даже не сказала, что там какая-то деградация пошла или что, но это просто не тот человек, которого я знала. Это человек, пришибленный жизнью. Это человек, которого хочется пожалеть, хотя она такая не была, понимаете? Вот она, считайте, вот 13-й год, она с него и не вышла. И я упала. Она ушла, она бросила офис. Благо офис, Алена Скоребель вам рассказывала, забрала офис, потому что хорошая была структура. Но, опять же, ошибка. И рассказываю плюсы того, во-первых, что есть у нас в проекте, и во-вторых, что сейчас и в компании совсем другие акции. Она уходит. Сопровождение структуры у нас, во-первых, тогда не было. Во-вторых, не было тогда мессенджера, то есть не было ни Вайбера, ни Телеграма. Мы работали только в Одноклассниках или же Теплый Круг и офис. И получается, у меня структура была более 700 человек. Но активность была, может, 11, ну, это все было в моей истории. 11-18 процентов, то есть где-то 115-120 человек. Но заметьте, 120 человек делали 3000. Так что, в принципе, это не так уже и много. И, конечно, даже если бы сильно хотел, этих всех людей не проработаешь. Но еще что могу сказать. Тогда не было никаких акций от компании. Да, компания была тогда еще молодая. Когда я зарегистрировалась, в компании было 15 лет. Мы ездили на форум. Вот, кстати, 13-й год, но это уже форум, как бы, я считаю, эти два года в компании. Не было ни акций на повторную. Да, причем даже не про акции, девчонки. Знаете, какая была стартовая? Стартовая программа была 50 баллов. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто еще здесь есть? Поставьте, пожалуйста, еще раз напоминаю, плюсики. Кто здесь еще есть? Вот, сбилась в смысле. А, кто из вас делает? А сейчас поставьте единички. Кто из вас делает 50 и больше баллов? 50 и больше баллов. Единички. Вот, пошли единички, молодцы. А сейчас вспомните, сколько вы или лет, или месяцев в компании. А представьте, тогда стартовая была 50 баллов. Кто из новичков может делать 50 баллов? Это, ну, не знаю, это очень огромная редкость. Вот я подводила итоги десятого каталога. Один новичок, вот 85 новичков в структуре, один новичок сделал 50 баллов. Но я даю 100%, что этот новичок, ну, у нас новичок. А так она знала продукты и, вполне возможно, когда-то была зарегистрирована. Поэтому у нас и проект растет, развивается, и компания девчонки растет и развивается. Происходит полностью аналитика других сетевых и прежней работы. Если вспомнить, что было раньше, было намного сложнее работать. Когда я зарегистрировалась, у нас была только парфюмерия и косметика. Ну, в смысле, уходовая и декоративная. Все. Затем где-то через полгода к нам добавляется бытовая химия и витамины. И то бытовую химию, которую мы называем косметику для дома, сначала покупали с опаской, с опаской. Потому что ты что, это ж сколько стоит, а тут всего лишь 500. Кстати, раньше была, по-моему, литр наши все средства, но они были менее концентрированы. Точно, они были литр, а порошок был 2 килограмма, но тоже нужно было сыпать побольше. И вот компания развилась до такой степени, что у нас есть все. Я всегда шучу, но здесь у нас собрались девочки, могу сказать, что, как кто-то говорит, ой, что покупать. Я говорю, знаете, я в магазине покупаю только туалетную бумагу, бумажное полотенце, косметические диски и мешки для мусора. Все. Остальное полностью я беру у себя. Я живу по принципу, никому никаких выручек и НДС платить не буду. Потому что, во-первых, не то, что меня там заставляют делать там эти баллы и так далее. Они как-то, девчонки, автоматически делаются. И вот с самого начала, с 11 года я делаю 100 баллов. Ну, это минимум. Очень часто бывает и 150, и 120, и где-то были периоды и больше 200. И представьте, потом компания пересмотрела... Кстати, и было пять шагов. Потом компания пересмотрела, сделала 25 баллов. Но 25 баллов, согласитесь, тоже не каждый сделает. Потому что у нас есть половинчатые баллы. Если, к примеру, брать одежду, это нормально, надо приобрести на 25 баллов. Если же брать косметику, поменьше. Поэтому компания услышала. Конечно, пишут лидеры. Потом мы с вами знаем, что проходят стратегические сессии. И лидеры предложили, а давайте сделаем по сумме. И смотрите, как сейчас круто зашла стартовая по сумме. Девять шагов. Шаги на выбор. А то есть не так, как раньше. Вот что предложено на картинке, так и было. По сумме ты выбираешь, как ты можешь собирать стартовые. И вот это все пришло с развитием в Faberlic. А ассортимент у нас такой. Поэтому бизнес, во-первых, и бизнес предлагает легко, и потребители идут легко. Просто бери и делай. Ну, а сейчас вернемся к нашим слайдам. Значит, там, где мы с зонтами, это девчонки Первая Москва. Я думаю, вы тоже видели эти фотографии у Оксаны. Нам тогда вот каждому подарили вот этот зонтик. Он у меня, кстати, есть до сих пор. И я первый раз попала в Москву. Да, это все было благодаря Оксане, потому что я все-таки простой учитель. И, кстати, я тогда еще работала в школе и была только на самом-на самом начале. Получается, в июне зарегистрировалась, и в сентябре я уже была в Москве. Оксана сказала, не вопрос, куплю билет, ты, главное, едь. Я и поехала. И с тех пор, я могу сказать вам честно, за все время я пропустила только два форума. Это Питер. И, кстати, периодически иногда вспоминаю, что все-таки в Питере я не была, а могла бы быть. И с Точи, когда первый раз ездили. А так я все полностью в форумы компании, именно в Москве или же в Беларуси, все всегда не пропускаю. Дальше получается фотография справа, где Оксана в красном платьюшке. Я думаю, здесь вы видите, что нас было много. Но вы стоили самые стойкие. Это я, Алена Скребель, и слева в джинсах есть Люда Будько. Все, больше никого не осталось. Здесь уже меня награждают со званием директора. Что я вам уже рассказала? Наградили, и я такая молодец. Через месяц упала. Дальше была эта встреча в Беловежской пуще директоров. Здесь уже мы все безработные индивидуальные предприниматели. Ну и никогда не забуду вот такую вот суперскую благодарность от Фаберлик, от дочернего предприятия Фаберлик Беларусь, которую дарили каждому девчонке-директору. Она у меня есть до сих пор, она стоит у меня на офисе. И здесь слово Фаберлик выбито, точнее, приклеены стразы Сваровски. Очень такая качественная, крутая благодарность. И, как я уже здесь написала, за 8 лет работы в школе у меня не было ни одной грамоты, ни одного благодарственного письма. И, опять же, вернемся в прошлое. Знаете, сначала даже, особенно когда, ну так как я всегда все посещаю, ходила на все там дни учителя и так далее, и когда награждают, к примеру, знакомую, особенно если ты знаешь, что знакомая, к примеру, работает столько же, как ты, или там еще меньше, брала какая-то зависть. Хотя сейчас понимаю, за что, за бумажку? Ну, как бы премии там были, раз-два и обчелся, за что, за бумажку. А потом, когда я была на одном собрании и случайно услышала, как между собой общаются, мол, так, кто у нас еще не получал премию? Ой, не премию, там грамоту. Так, все, значит, список пишем того, того, того. Я поняла, что очень часто это все выдается по очереди. Мы вот в школе дружили с одной девочкой, и она вот последний год, когда я работала, получила грамоту. Так я поняла, что на следующий год моя очередь. Так что работать ради того, чтобы что-то получить по очереди, как-то очень и очень не хочется. И премии доходило до такой степени, что прям ходили, напоминали, что я же провела мероприятие, а вы же мне за это не заплатили. То есть доходил на самом деле до такого маразма. А здесь я, ну так как пока только старший директор, получила две премии. Дальше я каждые восемь каталогов получаю бонус стабильности, потому что вот когда Таня моя ушла, да, пришлось попахать. Мне полгода понадобилось. И знаете что? Получается, я уволилась, уже одной зарплаты минус. Таня меня огорошила, я ухожу, я сразу падаю. И знаете, кто-то бы сразу, о, пожалел, ой, наверное, надо обратно там искать работу, проститься и так далее. Но не я. Ну, просто мы видите, тогда в интернете так не работали. Только одна страничка в Одноклассниках и только потребители. Я решила, мне моего Драгичина мало, нужно расширять границы. И я знала, что в соседнем городе, город Белозерск, нет офиса, он 40 километров от меня. Я сажусь на автобус с утра, еду в город, где раньше бывало только в детстве. Захожу в горе с полком и спрашиваю, у вас есть, сдаются какие-нибудь помещения? Она мне подсказала, какие сдаются помещения, и я пошла по тем помещениям. В итоге за день я нашла аренду, позвонила в Минск и сказала, я буду открывать офис Белозерска. Все. И получается, в июне у меня уже был второй офис в городе Белозерске, куда я ездила автобусом, два часа туда, два часа назад, два раза в неделю. И получалось, два раза в неделю работала в Драгичине, два раза в неделю работала в Белозерске, но остальные дни за компьютером. И вот так получился рост, так полгода мне понадобилось, чтобы закрепиться в звании директор, и с тех пор я 100% получаю бонус стабильности. Но вы же сами знаете, что бонус стабильности – это 10% от премии, и директор – это директор, нужно следующее звание. О нем мы поговорим чуть позже. И вот эти фотографии еще раз доказывают, что мы, лидеры, мы никогда не делаем все, как говорится, нормальные люди. То есть все делаем совсем по-другому. Вот расскажите, пожалуйста, на что бы вы потратили свою премию? Кстати, многие у нас, девчонки, получили премию 100 тысяч российских или же 2700 белорусов. Кто на что потратил? Я получила премию директора, и я поехала… Вот, вложение в бизнес. А я поехала в директорскую поездку. Девочки, я никогда не была за границей. Нет, обманываю. На Украине ездили за покупками там перед свадьбой. Все. Больше я нигде не была. И тут как раз организовывается вот такая крутая поездка. На самом деле мега крутая. Во-первых, я никогда не была на море. Это была Эстония, Швеция, Норвегия, Латвия, Литва. Балтийское море. Да, оно прохладное, но море. Две ночи на пароме. Обалденные две крутых ночи в каюте. Ой, это просто не передать. Мы в Швеции, по-моему, попали на смену караула возле дворца. Вот, музей Нобеля. Дальше это в Норвегии какие-то вот такие поющие, такая вот статуя. Это просто неимоверные вот именно эмоции. И это 12-й год. Вот представьте. До сих пор это все помню, но вроде бы на море была. Море было прохладное. Как видите, я в такой тепленькой курточке, потому что там не жарко. Это был конец апреля-май. Но на море была, но даже ноги не помочила. Но это еще не все. Затем, это было, сейчас скажу, три года назад. У меня муж зарегистрирован, потому что, когда у нас стартовая поменялась, я, кстати, почти всех родственников перерегистрировала. И, конечно, на всех я проходила стартовая. То есть у меня и мама, и папа, и брат. Брат, кстати, сейчас сам делает заказы. Не часто, но все, что ему нужно, он заказывает. И у нас организовывалась поездка, которая называлась «Маленькое французское путешествие». До сих пор помню. И мне звонит региональный наш менеджер и говорит, «Ольга, вы, может, хотите мужа взять?» Говорю, так он же, ну, как бы, со мной не в семейном контракте. А какая разница? Говорится, платите деньги и все. У нас, благо, визы на тот момент были уже все время, потому что мы ездили в Польшу. И что самое интересное, вот это французское путешествие совпало на нашу годовщину свадьбы. Десять лет. И вот ночь, где мы возле Эйфелевой башни, которая зажжена, она, кстати, ночью, без пяти, по-моему, двенадцать, зажигается на пять минут. Это наша годовщина. То есть 28 апреля мы были во Франции, и экскурсовод сказала, ну, это была отдельная экскурсия, ночной Париж, и мы там пили французское шампанское, девчонки. Это просто неимоверное путешествие, неделя вот получилась. Это было первое путешествие, кстати, куда поехал мой муж. До этого он абсолютно никуда не касался, никуда со мной не ездил. Про путешествие, ладно, а про обучение даже молчу. Вот с тех пор потом один раз ездил на обучение, которое было в Минске, и вот сейчас и в прошлом году ездил со мной в Москву, и сейчас едет. И вот день команды как бы уже спокойно посещает. А до этого никогда никуда не ездил. Но до сих пор помню вот это. Мы, кстати, привезли шампанское оттуда. Оно у меня до сих пор есть. А вот где я в сердцах, это в Нидерландах есть дом орхидей. Там огромное здание, где куча различных орхидей. Там я увидела впервые черную орхидею. Затем вот здесь фонтан, куда все бросают монетки. Там все дно услано просто монетками. Мы проходили, не помню, как он называется, по мосту, который весь увешан замочками от молодоженов. Вот это в Бельгии стена любви. Здесь на всех языках мира написано «Я тебя люблю». Вот мы, конечно, нашли по-русски, и там где-то было и по-белорусски. Затем здесь, где с высоты, вот не помню, очень, наверное, 500 метров, получается самое большое здание в Париже, куда приезжают вот уже туристы. Конечно, все за стеклом. И вот мы наблюдали Париж с высоты такой. Затем ходили в Мулен-Руж. Одним словом, кстати, если бы поехала я, я бы не пошла на вот это все. А муж сказал, когда ты будешь еще в Париже. И мы все полностью, какие организовывались экскурсии, на все-все-все ходили. Мы даже не сумели подняться на Эйфелеву башню, потому что, когда у всех было свободное время, мы были на очередной экскурсии, но зато очень классно, когда что-то где-то смотришь по телевизору, ну, различные вот такие исторические какие-то фильмы, или сейчас же много про путешественников, и ты видишь и понимаешь, а я-то там была. И просто не верится, что ты там был. Абрюге, очень классный немецкий город, очень чистый. Ну, это все до сих пор. Ну, и вот моя мечта, которую я себе купила, как и написала, на день учителя. Так что кому-то на день учителя дарят цветочки, кому-то грамоты, которую я так и не получила. А я сама себе купила, до сих пор помню, 5 октября, свою первую малышку, первую машину. Ну, опять же хочу сказать, что так как цели все мы сначала не умеем ставить, я где-то, может, год назад нашла свой старый-старый блокнот. У меня есть, кстати, привычка не выбрасывать свои блокноты рабочие. И там было написано 5 строк. Хочу машину Audi A8, хочу машину Audi A8. Вот у меня была такая вот цель, наверное. Мы, я думаю, все знаем, что это неправильно сформулированная цель. Затем меня добавило, что я хочу красную машину. А уже потом я не знала модель. И вот, кстати, из-за того, что я не знала модель, сейчас расскажу. Но я знала, что я хочу машину компактную, малолитражку, пятидверную обязательно и новую. Это, конечно, не значит, что она должна быть с салона, но новую. И вот так и получилось, что я купила машину, которая выпущена определенным количеством, то есть это определенный лимит. Машина Nissan Pixa. Когда я купила, до сих пор помню, коврики оригинальные было не найти, потому что очень многие даже не знали такой марки. Ей было шесть лет, и вот, получается, мужчина разместил, и в тот же день мы купили. До сих пор помню, до какой степени я хотела машину, что эта машина покупалась в девять часов вечера. Я была в Белозерске, и мне звонит муж, мол, я нашел машину. Говорю, ну что, что ты нашел, надо, чтобы она мне понравилась. Она тебе понравится. Все. Благо, я тогда работала полдня в Белозерске, я приезжаю двумя автобусами, потому что одним автобусом с Белозерска, а одним домой доехать, потому что живу на окраине. Сразу быстрее он мне показывает, она мне очень прям понравилась. И чем она мне понравилась? Кто меня знает, должен знать, что она не такая, как все. То есть я ни у кого такую не видела. Точно так, как моя вторая машина. Когда я купила, таких машин не было. Вот такое я люблю, и я считаю, что это позиция лидера. Не быть такой, как все. И только я могу купить машину за 8 тысяч, не имея 8 тысяч. Рассказываю секрет секретов. Я обзвонила всех родственников и попросила одолжить денег. Муж, кстати, не знал, что у меня есть отложенные деньги. Рассказываю, как я их накопила. И вот этот метод рассказываю всем, но не каждый покупает. Так как я читаю уже давно, просто до этого читала более другую такую биографическую литературу. У меня есть все книги Роберта Киасаки. И он во всех книгах учится чему? Что нужно откладывать 10% от дохода. Вот и все. А так как у нас по Берлик два каталога, которые очень часто попадают два раза в месяц. Дальше офис, который тоже все-таки приносит доход. Так получалось, что я откладывала три раза в месяц. И получилось, что энную сумму я накопила. И остальное одолжила. Но, правда, мы просто ехали ее смотреть. Приехали все мои мужчины из моей деревни. Это крестный, это братья мои двоюродные, меньшие. И мы поехали смотреть машину. Восемь часов вечера, октябрь. Вы сами понимаете, уже темно. Благо, мужчина согласился выехать из города на заправку. Мы встретились на заправке. Смотрелась эта машина фонариками в телефоне. Просто фонарика. Я, когда ее увидела, просто поняла, что она моя. И, вуаля, машина покупается. Поэтому, когда кто-то что-то, ой, да там надо пройти компьютерную диагностику и так далее, и тому подобное. Когда ты хочешь что-то очень и очень сильно, когда у тебя в голове нет каких-то «но», а вдруг там она сломается, а вдруг что-то там... Тогда этого не будет. Вот, с меня муж раньше все время смеялся, особенно, когда мы ездили в какую-то поездку, сейчас молчит. У меня почти все время открыта сумка. Почти все время. И вот мы, допустим, там в Польше или где, ты закроешь сумку, ты закроешь сумку, говорю, кто с нее будет, другу крадут. Девочки, если о плохом ты не думаешь, это не произойдет. Это то же самое. Ну, извините, если думать о плохом, то можно и на машине разбиться, можно идти, тебе кирпич на голову упадет. А сколько людей, поговорим уже о плохом, умирают во сне. Ну, так извините, зачем думать о плохом? Поэтому я никогда не думаю о плохом. Купилась эта машина ночью, на следующий день. Да-да-да, Ира. На следующий день мы поехали, а надо было регистрировать ее, опять же, в Пинске, как бы в другом городе. И я до сих пор помню, что за тот день мы сделали все. И зарегистрировали ее, и прошли техобслуживание, так как она новая, техобслуживание на два года, и все. И это было, кстати, в пятницу мы купили ночью, в субботу-то все сделали. И в среду я в Белозерс поехала на машине. Но расскажу опять же прикол. Ну, девчонки, вы знаете, что я не умею быстро. Так что терпите. Кто спешит, пойдете, посмотрите записи. Вот, отвлеклась и забыла, что хотела сказать. Так, что-то про машину. А, вот, у меня водительские права с восьмого года. Купила я машину в четырнадцатом году, получается. И мы ехали машиной. Крестный уехал, когда мы поехали покупать. И поехали перерегистрировать. Там тот мужчина, что продавал, куда-то там нас повез. Все, мы заехали. Но мы брали еще мужа сестры. Мужа, ну, одним словом, швагера брали с собой. Он выехал с Бреста, такой останавливается, садись. Я говорю, в смысле садись? Он, а как ты будешь на машине ездить? Ты же не покупаешь ее, чтобы она стояла, как в музее. Ты же собираешься на ней ездить. Говорю, ты что, с ума сошел? Я, блин, сколько лет не ездила. Ты права с собой брала? Брала. Вот и все, и садись. И вот этот адреналин вспоминается очень часто. Среди ночи. Ты с Бреста, ну, это где-то километров сто двадцать. Гонишь свою мечту, свою малышку домой. Ой, это было вообще, я до сих пор помню, Оля Синькевич тот день была на свадьбе у подружки в Пинске. И я ей звоню, Оля, мы купили машину. А, точнее, даже не я звонила, а муж звонил. Она подумала, что мы шутим, потому что абсолютно вчера никто не собирался ничего покупать. Сегодня я ее купила. Но, опять же, рассказываю, что все-таки я денег одалживала. У Крестного мы одолжили нормальную сумму денег. Он сразу только одно спросил. А чем ты будешь отдавать? Говорю, возьму кредит. И чтобы он не переживал, на следующий день я взяла кредит, купила ему доллары. И где-то через неделю я ему все отдала. Но, понимаете, есть такое выражение, не знаю, кто такое сказал, но чем больше у тебя расходы, тем быстрее у тебя начинают расти доходы. Почему? Потому что у тебя мозг начинает по-другому думать. Раз денег не хватает, значит, их нужно где-то взять. И пошел и рост. И в Белозерске пошло хорошо. И потом я еще получила премию за офис. 800 рублей на эти деньги, то есть почти 400 долларов. И рост в структуре начался. И получается, я до сих пор помню, я за год отдала все долги. Погасила кредит и отдала долги. И до сих пор помню тоже те эмоции, когда я получила следующее вознаграждение. И я даже не знала, куда деть деньги. Ну, получается, до этого зарабатывала и отдавала. А сейчас деньги есть, а куда мне их деть? А мне их никуда не нужно одевать. Это были такие интересные эмоции до сих пор. Но вот такое тоже было. И вот я, не поверите, до сих пор бы, наверное, на этой малышке ездила. Но когда ты становишься совсем другой, ты понимаешь, что, допустим, то окружение, которое у тебя есть, не то, что ты там загордилась, там возвысилась, там крутая такая стала. Нет, ты просто понимаешь, что тебе с ними неинтересно. Вот, например, сейчас у меня очень много обслуживается на офисе моих бывших коллег со всех работ. Вот я работала на, ну, можно сказать, ЖСПК тоже работа, то есть даже с четырех работ. Я со всеми нормально общаюсь, как бы, но мне с ними неинтересно. Вот сначала, да, я встречалась с девчонками со школы, там, допустим, на день учителя они меня приглашали. А потом я понимала, что я уже не там. Мне неинтересно их родители, там, дети, там, начальник, там, бла-бла-бла. Мне неинтересно. И меняется окружение, точнее, меняешься ты, меняется окружение, и это нормально. И в итоге мы начали общаться с компанией, где такие, знаете, успешные люди нашего города. И они, как говорится, без обид, но где-то, знаете, прикалывались, там, ой, да тебе уже стыдно на такой машине ездить, да ты тут такая крутая бизнес-ледия, ездишь на каком-то жуке, но они все так прикалывались. Особенно, когда просят откуда-то что-то забрать, тоже вот жук-жук, в итоге муж говорит, нам нужна новая машина. А я сразу говорю, а откуда ты уверен будешь, что вот новая машина будет не ломаться и так далее? Вот эта моя малышка, девчонки, вот вроде бы покупала настоящего кота в мешке, среди ночи. А мы просто ее заправляли и меняли стеклоомыватель. Обслуживали мы ее в Бресте. Кстати, в Бресте тоже не знали. Никакие здесь ни свечи, ничего. То есть надо было все заранее заказывать, потому что, говорю, это такая лимитированная коллекция. И он говорит, надо менять машину. Говорю, ну а где факт? За сколько ты купишь? Ну, эту мы купили за 8 тысяч. Да, есть машины, там, допустим, за 15 и больше, но все равно они не новые. Откуда ты знаешь, что, где, как? Сколько раз было люди, что, как говорится, обжигались? И он такой говорит, надо брать, значит, салона. Я вообще про это не думала. Ну, хорошо, берем салона. Говорю, я ничего не знаю, мне некогда. Все. Через пару дней он говорит, зайди на сайт, выбери цвет. А я сразу говорю, я хочу оранжевую. Он звонит парню, консультанту. Он тот говорит, ну, есть такие, но нужно ждать 2 недели. Ну, типа, пока пригонят с России. Говорю, я 2 недели ходить пешком не буду. Как я буду ездить в Белозерск? Опять возвращаться к этому автобусу? Нет. И в итоге я зашла на сайт, и люблю я все нестандартное. И сказала, значит, будет белое. И вот так вот, ни с того, ни с сего, ровно почти через 3 года, вот считайте, в октябре я купила свою малышку. И через 3 года в июне мы салона берем Каптур. Правда, ей уже 3 года, потому что это было в 2017 году. Вот мы за столом с нашим консультантом. Он, кстати, до сих пор нас помнит. Когда мы приезжаем на техобслуживание где-то раз в 10 месяцев, он нас помнит, всегда здоровается. Вот меня сейчас брат покупал машину, он тоже его консультировал. Как бы очень хороший парень. Как видите, сижу я такая довольная, что просто не передать. И вот так вот была куплена машина. У нас были доллары. Конечно, в салоне доллары не берут, поэтому нам пришлось объездить все банки, чтобы их поменять. Потому что не в каждом банке была такая сумма денег. И вот с тех пор я уже 3 года езжу на моей красотке. И наша Оксана, как всегда, говорит, что когда ты попробуешь что-то новое, что-то более такое представительное, ты не хочешь возвращаться туда. Точно так же могу сказать и я. Вот я ездила на своей малышке, она мне нравилась, она меня полностью устраивала. Но когда я села в эту машину, я не хочу другую машину. Все. Это машина более представительного класса. Она высокая, удобное сиденье, подогрев сидений лобового, партроники и так далее. В общем, я в этом ни во что не соображаю. Все, выбирал муж, я только выбрала цвет. Но вот это моя машина. И если буквально, меня муж, кстати, иногда очень часто прикалывается, говорила, нет, ты что, я на автомат не сяду, как я буду ездить, я не умею и так далее. Сейчас я могу сказать с уверенностью. Я автомат не променяю ни за что. Так что если будет, даже не если, а я знаю, что будет у меня следующая машина, она тоже будет коробка автомат. Потому что это удобство просто неимоверное. А почему? Я даже вам смогу сказать, почему у меня был вот такой вот стереотип на автомат. Потому что давным-давно, когда у меня соседи купили там машину, это по деревне я говорю, они купили с коробкой автомат. И я очень хорошо помню, как моя подружка жаловалась, что вот там полетела коробка, и та коробка стоит как пол той машины. А сейчас-то я понимаю, потому что у них машина какая была, поэтому и полетела коробка. А если у тебя хорошая машина, так что, девчонки, если твоя мечта тебя зажигает, все-все-все получится. Но вот и вторая мечта. Я вроде бы была на море, но море это было балтийское, как я уже сказала, было холодно. И больше я не была на море. И тут форум в Москве, когда, кстати, я закрыла старшего директора в Сочи. Я никогда в жизни не летала на самолете. Я никогда не была на море. И здесь раз, два в одном. Не обсуждается. Я еду. И вот здесь, на вот этот форум, было куплено первое, можно сказать, в жизни мое платье. Ну, именно такое вечернее, потому что меня же все-таки будут награждать. Но не могу вам не сказать, как я пришла к старшему директору. Очень долго я сидела на директоре. Ну, это так выражение. Была директором, а то я уже так сказала. Если вспомнить досрочность, дословно сейчас даже вам скажу. Ну, значит, года три точно я была просто директором. Да, я получала бонус стабильности, но была просто директором. И у меня никак не получалось, а я могу вам сказать, почему не получалось. Потому что мышление бедного осталось, девчонки. Ты, когда сидишь и думаешь только о себе, когда у тебя цель – деньги, 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 и все. С тобой что-то на самом деле делается. Я ничего не могу сказать. Оксана советовала, Оксана делала какие-то замечания. Она говорила пути выхода. Но как мы все думаем? Рассказываю, как есть. И я думаю, многие из вас тебя увидят здесь. Ей хорошо размышлять. У нее же уже есть деньги. Она же уже зарабатывает, правда? Она же уже серебряный. Кстати, Оксана тогда, по-моему, уже в жизни жила. А я же просто директор. Как я могу, к примеру, строить веточки? Ну вот как я могу строить веточки? Они же у меня будут забирать деньги. Вот такое было у меня понятие. Так что, если кто-то так думает, продолжайте так думать и будете сидеть на мертвой точке. Это проверено. Поэтому я всем всегда своим девчонкам говорю, не повторяйте моих ошибок. Я ничего не скрываю. И вот здесь и суть сетевого, что вам на основной работе кто-нибудь скажет, этого не делай. Там тебя за это лишат или там у тебя будет малая зарплата. Да никогда в жизни вам этого не скажут. Наоборот, люди будут радоваться, что ты меньше получаешь, что у тебя какие-то есть нюансы. А здесь вам все раскрывают все секреты. Называется, зачем наступать на свои грабли, если эти грабли уже другим по 500 раз бахнули и шишку не одну набили. Так что, новогодние, можно сказать. Ну, я сейчас, кстати, стараюсь обходить их стороной, эти грабли. Новогодний, можно сказать, старший директор. Очень хорошо помню. Последний день каталога перед Новым годом. Мне не хватает 150 баллов, чтобы закрыть, не закрыть, открыть старшего директора. А я уже, как сказала, даже не три, а три с половиной. Три с половиной года, ну, там, 4 тысячи, допустим, было, там, 3 600, 4 300. Но до старшего еще далеко, далеко, далеко и очень далеко. Звоню Оксане, что мне делать? Мне не хватает 150 баллов до старшего. Ну, как Оксана ответила? Конечно, она ответила, что я же не могу тебя заставить, но решай сама. Но ты должна понимать, что когда ты его откроешь, у тебя будет стимул закрыть. А если ты опять, ну, оставишь как есть, значит, начинай все сначала. В итоге интернет-банкинга тогда у нас еще не было, ну, в общем, вот этих всех платежей. Благо машина была, до сих пор помню, было, может, полдвенадцатого. Ну, в общем, за 11 точно, девочки, я в халате, прыгиваю в сапоги и лечу на инфокиоз, ложить себе деньги на номер. Положила энную сумму, которая примерно равна этим 150 баллам, прилетаю обратно домой и начинаю набивать заказ. Но я же положила на номер определенную сумму, то есть мне надо, чтобы вот это максимум на эту сумму легло. Да, конечно, я набрала вот, потом я их, может, полгода не могла избавиться от тех вот, ну, ничего. Но я открыла старшего директора. И, не поверите, ровно год мне понадобилось, чтобы его закрыть. Ровненько. Но вот с тех пор, когда я открыла старшего директора, я больше не падала ни разу. А все почему? Так, это мы потом посмотрим. Вот. А все потому, что когда я закрыла старшего директора, и вот меня награждали в Сочи, у нас там был первый наш день команды на камнях, в которой есть запись тоже. Это были неимоверные, по-моему, пять дней. И вот эти пять дней полностью поменяли мою жизнь. До этого я работала только в Одноклассниках. У меня была страничка, у меня был YouTube с 2012 года. Вы что? Все было. У меня была страничка в ВК, но я просто там числилась. Мне абсолютно не нравилось там работать. И пообщавшись с девчонками, пообщавшись с Оксаной, во-первых, у нас было шикарнейшее обучение перед самим форумом. Мои мысли, мое мышление и вообще моя жизнь перевернулась на 180 градусов. Я ни одного, ни то что не провела вебинара, я не сделала ни одной презентации. Я вам клянусь, я учитель первой категории с восьмилетним стажем, которая имеет свидетельство, которое сейчас со всех учителей Беларуси требует давным-давно. То есть некоторые буквально недавно получают, а у меня уже оно давным-давно где-то валяется. Я ни разу в своей жизни не сделала презентацию. Ту презентацию, которая, вот, урок, моя история, которая есть в школе, мне делала Оксана. Она сказала, пришли фотки, я все сделаю. Я ни разу в жизни ничего не делала. Я приезжаю с точки и понеслось. И просто понеслось. И знаете, что самое интересное, что произошло? Ну, где-то был у меня вебинар. Старший директор с одной страничкой в Однокласснике. Так вот, вот мы приехали, Катя, когда это было? Это был, по-моему, сентябрь. Мы приезжаем в сентябре, в ноябре. Ни с того, ни с сего блокируют мою страничку навсегда. Которой семь лет. Где пять тысяч друзей. Где мои все консультанты. Где мои все потребители. Я два дня была в шоке. Вот это такой был стресс, что вам просто не передать. И вот здесь началось выход из зоны комфорта. Я помню тогда, с расстройства создала две странички в Одноклассниках и начала с них работать. Сейчас, кстати, они у меня и рабочие. На одной две тысячи друзей это на бренд, а вторая продуктовая 1800. Но я перешла в ВК. И вот начиная с ВК, я начала строить веточки. Остальные все мои потребители были опять же с ВК. Опять же, какие-то новые акции. Затем, конечно, завертелось Инстаграм. Создались каналы в Телеграм. Я начала изучать Телеграм как мессенджер. До этого он меня был... Я его скачала. Когда мы ездили на Польшу, там как бы много было групп. Все, до этого мы абсолютно не работали. И вот это все произошло тогда. Но, девчонки, зачем ждать столько лет? Наши звезды, наши новые директора, вы сами видите, как растут. Сейчас у нас все-все-все создано. И об этом мы тоже поговорим. Вот, 9 лет в компании. Фотки размещать не могу, потому что будет миллион слайдов. Те страны, которые я посетила за время Фаберлифа. И это еще не предел. Специально написала «хочу на море», потому что я очень хочу на море. Из-за вот этой пандемии выехать невозможно. Когда ты побывал в шикарных местах, когда ты знаешь, что есть совсем другая вода, совсем другие условия отдыха, я не могу ехать на наши озера. Вот не знаю. Я не могу даже смотреть на ту воду. Поэтому я хочу на море. Вот эти все страны, еще раз повторюсь, были посещены благодаря Фаберлифу. Ну, Россия это у нас получается. Москва раза 4, наверное. И Сочи один раз. Украины чуть побольше городов. Ну, вот мой офис, который тоже, я думаю, многие из вас видели, проводила вебинар. Моя красотка. Прошлый день команды. Да, сейчас на постоянной основе у нас фотосессии. Тоже все фотографии не разместишь. Вы все их видели в чатах. Ну, и небольшое подведение года 2020. Фотосессии. Вот скоро день команды, тоже будет очередная фотосессия. Я еще не полностью, но, девчонки, мышление бедных нам очень и очень мешает. Это не то, что я там кого-то осуждаю или что. Мы с вами выросли просто в таком окружении. И нам это все заложено с детства. Но еще раз повторюсь. Если мы будем жить старыми стереотипами в нашей жизни, абсолютно ничего не поменяется. И когда ты перестаешь вот это все делать, об этом всем думать, все в твоей жизни стабилизируется. Реально, девчонки, не покупаю на распродаже. Даже в Фаберли. Я, как вспомню раньше, новость распродажа одежды. Все. Я смотрю. Так, это я давно хотела, это я давно хотела, это я давно хотела. В итоге набрала опять шмоток. Что-то оденешь, что-то не оденешь. Потом понимаешь, ну как я это буду носить. В итоге вот так вот наберешь. Не знаешь, будешь носить, не будешь. Что-то пытаешься продать, что-то отдаешь, что-то даришь. Поэтому сейчас, вот допустим, у нас в прошлом каталоге была распродажа, я сейчас скажу, я взяла гель для бритья, дезодорант и еще что-то. Все. Я больше ничего абсолютно не брала. На желтые ценники даже не смотрю. Будь то продуктовая, будь то одежда. Правильно, если, ну, к примеру, там, не знаю, майонез, если он весь на желтый, ну, ты что сделаешь? Как бы берешь, что есть. И сейчас, вот я не знаю, как вам передать этот кайф, когда ты заходишь в магазин и ты смотришь на то, что тебе нравится. И только потом спрашиваешь сцену или смотришь на бирочку. Вот к этому я прям всем вам желаю прийти и чем побыстрее. Даже если вы сейчас этого не можете позволить. Просто прикасайтесь к этому, просто ходите. Я, как только приезжаю, ну, допустим, там, в Брест или в Березу, меня муж уже молчит. Я обязательно захожу или золотая лилия, или там, что там, карат. Ну, в общем, по магазинам с драгоценной. Неважно, в чем ты зашел, ну, как одет, я имею в виду. Вы посмотрите, как вас девчонки обслуживают. Они обязательно вам, а что вам предложить, а что вам показать. Они вас не заставляют покупать. Примерьте. И не смотрите на цены. Вы смотрите на то, чтобы вам понравилось. Я, как вспомню, буквально года полтора я на бриллианты, там, изумруды, я даже не смотрела. А сейчас я только туда иду. То-то примеряю, то сережечки, то колечко смотрю. И раньше смотрела на пыль, а сейчас смотрю, чтобы был субцельный. Вот я хочу его померить. И когда у тебя здесь все меняется, ты понимаешь, что, в принципе, это нормальные цены. Это не такие уж зазеркальные какие-то. То же самое. Посещайте кафе. Как наша Оксана говорит, обязательно фотографируйтесь, чтобы у вас была память. С кафе же никто не выгоняет. Ну, я не знаю, меня тут точно никто не выгонял. Можешь взять кофе. Можешь взять, там, не знаю, какую-то пирожку. Можешь ничего не брать, а просто посидеть, почитать. Но у нас точно не выгоняют. Даже если ты ничего не будешь брать, ты села, просто проводишь время с удовольствием. Про окружение говорить не буду. Я уже про это все говорила. Постоянно обучаться, чтобы мозговой штурм проходил все время. Возьмите себя в привычку хотя бы раз в месяц или покупать себе книгу, или слушать книгу, но чтобы вы постоянно что-то где-то читали. Если у вас нет этой привычки, значит, там, 15 страниц. Я как начинала? Да, я раньше читала. Я любила читать со школы. Но что я читала? Там, в поезда туда едешь. У меня всегда был или газета, или книга. Потом сначала я покупала. Ну, что я покупала? Шилова, Донцова, там, какие-нибудь эти детективы. Затем я поняла, зачем их покупать. Ну, как бы, куда я их буду складировать? Если можно взять библиотеки. Я записалась в библиотеку. Да, это все было. Не поверите, кстати, на прошлой неделе у меня было, может, книг 15. Думаю, зачем они мне стоят, занимают место. Ну, те, что я покупала. Я их все собрала, хотела занести в библиотеку. А потом решила, зачем они в библиотеке. Ну, они 100%, особенно Шилова, Донцова, у них такое есть. И возле нас открылся салон красоты, и я занесла девчонкам. Говорю, дарю. У вас по-любому где-то, ну, знаете, вот какое-то там дорогое окрашивание, там, то, сё. Ну, кто-то захочет почитать, пока ожидает. Вы просто подпишите, ну, чтобы вы знали, что это ваше. Всё, сейчас в салоне появилась своя библиотека. Дальше. Не тратить время зря. Это 100%. У меня все, полностью все знают, что я не разговариваю по телефону. Сначала у меня был тариф 1000 бесплатных минут. Я их не выговаривала. Ну, зачем платить много? Перешла на тариф, у меня 400 бесплатных минут. 120, 150, иногда и 200 у меня каждый месяц сгорает. Я общаюсь в мессенджерах, поэтому я и говорю. Нет, вот, к примеру, если там звонит муж, мама, Минск, там, допустим, кто-то из моих партнеров, которые знают, что я не разговариваю. Ну, раз они не звонят, значит, что-то срочное. А так мне все полностью пишут в Вайбер, в Одноклассники, в Телеграм. Есть девчонки, которые звонят и говорят, я знаю, что ты не любишь разговаривать по телефону, но я быстро. Все. Почему мы должны стесняться сказать о том, что я это не люблю? Вот если, допустим, звонить человек, которым я реально не хочу общаться, есть волшебная кнопочка. Он перестал звонить. Затем прошло там 15-20 минут. Я пишу на Вайбер. Привет, ты звонила, что-то хотела? Человек отвечает. Ой, уже все нашла, к примеру. Ну да, к тебе же не дозвониться. Ой, я там занята, там то-то-то. Если у нее есть вопрос, она быстренько написала, написала или там наговорила, я ей голосовым ответила. Все. Телевизор. Ну, как вам сказать, может, один-два раза в неделю могу посмотреть, но смотрю я что-то такое, знаете, обучающее. Для меня телевизор – это когда я уже, ну, просто хочу отдохнуть, ничего не делать. Но я, вас, если меня что-то не цыплануло, я даже могу уснуть. Вот в последнее время я начала смотреть что-то историческое про успешных людей, про их взлеты и падения. Вот мне нравятся биографики, знаете, чтобы намотивироваться. Очень часто у них есть крутые фразы, чтобы и себе записать, и потом, знаете, после этого составить. То есть все применяется, опять же, в бизнес. Про игры я вообще молчу. Я в своей жизни ни разу не играла в игру в интернете. Хотя в интернете нахожусь уже давно. Да, как только купила компьютер, было такое, что накачали пару игр до сих пор. Пришел, здесь и ешь, и играешь, и играешь. О, через полчаса муж придет с работы. О, надо идти готовить. Было такое, но это было, не знаю, год, может, 2009 какой-нибудь. Все, больше никаких игр не было. Что со мной не посплетничаешь и про ерунду не поговоришь, тоже очень многие знают. Если человек начинает что-то где-то сплетничать, я или показываю, что мне это неинтересно. Если человека я очень хорошо знаю, я сразу, как вам сказать, ставлю его на место. Каким образом? Он обсуждает кого-то, я сразу приведу пример, где она тоже не святая. Все, в итоге она обиделась, не обиделась. Ну, не знаю, мне как-то сказать честно все равно. Но слушать сплетни и вот это все, даже не собираюсь и тратить разговоры пустые, тоже не собираюсь. Кстати, год назад я была просто в шоке. Я свою знакомую из дома вижу с коляской. Я говорю, о, привет. А я даже не знала, что она была беременна. Представляете, мы живем в одном дому. Я вам честно говорю, дом, машина уехала, приехала, пришла домой. И так все время. Я серьезно говорю, я иногда соседку могу видеть раз в месяц. Абсолютно ни с кем не общаюсь. Пересмотрела я свои стереотипы и начала исполнять свои мечты. Раньше, чтобы мне кто-нибудь сказал, что я поеду на концерт какой-то, который стоит денег, да еще немалых, да никогда в жизни. Первое, мы поехали на две машины, но эта группа нравится и мне, и мужу. И мы вот сами себе сели и поехали. Затем, когда тоже вот Макс Дварских мне нравится, я его часто могу слушать, уже со мной поехала вот и Оля Синькевич и еще одна девушка. То есть, получается, мы растем. Ну и 31 октября уже все уведомлены, что мы едем на концерт в Минск «Руки вверх». Как раз в этот день у меня брата, день рождения, я ему сказала, я тебе подарю подарок. Концерт на «Руки вверх». Так что вот эту группу я люблю как-то с детства и вот очень хочу побывать там. Ну и, конечно, как без этого? Помогаем мы родителям. Но, знаете, может просто, ну, мне всегда было стыдно брать деньги у родителей, когда я вышла замок. Потому что я прекрасно знала, еще раз повторюсь, у меня родители работают в полхозе. Я прекрасно знала, что у нас с мужем зарплата больше, чем у них. Как это так? Они могут отложить? Мы не можем. Я еще у них буду брать деньги. Нет. И поэтому, если что-то где-то и бралось, как одолжить? И потом я обязательно отдавала. Ну да, когда уже там день рождения, ну, то тогда, как говорится, нужно уметь принимать подарки. А так, нет, денег я у родителей не брала, ну, так что-то где-то продуктами. А сейчас, благо, мама и от коровы избавилась, и огород уже намного поменьше. То есть, как Оксана вчера рассказывала, стараюсь, чтобы от этого они по чуть-чуть уходили. Потому что, ну, мы у них ничего не берем, мы все можем купить. Зачем это садить? Чтобы потом бесплатно отдавать, а здоровье кто тебе вернет? Поэтому нет. Здесь я тоже не поддерживаю это. Девчонки, уже заказываю скоро. Мои выводы, что я могу сказать? Не бойтесь никогда рисковать. Об этом я уже говорила. Мы везде всю жизнь рискуем. Когда учимся ходить, ну, конечно, себя мы не помним, посмотрите на детей. Ну, да, они упадут, они ударятся, и что они потом? Не ходят? Еще как ходят? А проезду на велосипеде? Сколько было колен побитых? А может, кто-то и нос побил, а может, кто-то и лоб? Ну, ничего, я думаю, все умеют ездить на велосипеде. А когда закончил школу, куда-то поступаешь, откуда ты знаешь, как у тебя что пройдет? Проезду на машине я уже говорила. А как, девочки, рискованно выходить замуж за незнакомого человека, даже если ты с ним встречалась энное количество времени? И если подумать, таких ситуаций очень-очень много. Просто про то, что и так все делают, мы не задумываемся. Ну, все где-то учатся, все ездят на велосипеде, все ездят на машине, все выходят замуж, все рожают детей. А вот уже построить бизнес, ну, как-то я не бизнесмен, я как-то боюсь, а это же с людьми общаться. А как по мне, по интернету еще проще общаться. Это со знакомыми, да, посложнее. Но поверьте, и знакомые к вам придут. Вот по поводу создания групп в Вайбере, там, продуктовых, ну, чтобы продавать, допустим, привлекать новых клиентов. Я своим девчонкам говорю, я вам могу рассказать, но мне даже некого пригласить. У меня все полностью, вот серьезно, если у меня посмотреть телефонную книгу, у меня все зарегистрированы. У меня нет ни одного человека, кто не зарегистрирован. Дальше. Если не поддерживают родные и близкие, все с этим сталкиваются. Меня, я уже говорила, муж не мешал, мама, как бы, родители тоже не мешали, но у меня мама великий пессимист, который вы тоже слышали, но я еще раз говорю, сейчас я совсем по-другому к этому отношусь, и сейчас я считаю, что вот это все, что у меня было, вот эти все сравнения, вот эти все какие-то укреки и так далее, это все сделало меня сильнее, поэтому вот это все нужно было. Это вот моя такая жизнь. Это моя история, можно сказать. Я просто знала, как мама к этому отнесется, я не сказала, что я уволилась. Все, она звонит и на работе, и на работе, и все, не проверит, не проверит. Через два месяца, и то она узнала случайно, потому что муж случайно сказал. Да. Было молчание, а затем на следующий день мне позвонила, сказала, ну, уволилась, так уволилась. Будет, значит, будут нервы лучше. Вот что она мне сказала. Все, больше ничего никто не говорит. Про цель, девчонки, мы тоже говорили, поэтому должна быть именно ваша цель. Ни мужа, ни детей, ни семейная, ни родителей, а ваша. Вот когда у вас будет такая цель, которая будет именно вас зажигать, которая будет именно вас вдохновлять, вот делать те действия, которые вы до этого никогда не делали. И чем больше вы будете выходить за свои какие-то рамки, за свои привычки, изучать новое, тем быстрее вы добьетесь своего. Но должны понимать, что всему нужно научиться. Неважно, сколько месяцев, лет вы в компании, вы подумайте, а все время ли вы работали. Вот мы идем в школу, 11 лет учимся, там колледж 3 года, ПТУ там, допустим, год, университет 5-6 и так далее. На все учатся. Но какая у них зарплата? А здесь нужно дать себе время обучиться новой профессии. Но чтобы этому обучиться, обязательно, обязательно слушать наставника. Наставник это все прошел. Как Катя сказала, свои грабли все равно хочется, но пусть это будут грабли другую какую-нибудь зю, а по бизнесу есть кого послушать. И на самом деле спокойно отпускать людей. Если будет казаться что-то, ой, я столько сил в нее вложила и так далее, она ушла, просто проще ко всему относиться. Не осуждать, не обсуждать, ни в коем случае не уговаривать, а понимать, что это просто не твой человек. А я еще всегда своим девчонкам говорю, если человек от вас или ушел, или он не с вами, значит, Бог вас от него уберег. Значит, была бы какая-то ситуация, которая была бы не очень хорошая, а может даже и плачевная. Поэтому это не ваш человек. К вам придут ваши люди, но какой вы человек, такие же люди к вам и придут. Поэтому вы должны знать, что если вы блещете негативом, такие же люди к вам и придут. Если вы пессимист, такие же люди к вам и придут. Если вы нытик, такие же люди к вам и придут. А если вы активная, целеустремленная, оптимист по жизни, вот это, например, я, Я не знаю, почему, но я всю жизнь с оптимизмом. Такие же люди будут к вам и приходить. Но я имею в виду здесь бизнес-партнеров. Вот брать пример успешных людей обязательно. Обязательно. Сюда же относится то, что не слушать ваше окружение. Вот они вам советуют. А они здесь были, даже если были, они работали так, как нужно. А где они работали? А может они компанию просто выбрали не ту, что надо? Только берем пример успешных людей. Это идет и обучение, и мотивация. И, например, если у нас в проекте никто никогда вам не умолчит. То есть мы вам говорим правду. А уже ваше дело делать так, как вам говорят, или же изобретать свой велосипед, хотя его давным-давно все изобрели. Дальше. Вот это, я не знаю, почему я не выделила красным, но не мешало бы красным выделить. Нужно все всегда делать вовремя. Новые технологии не стоят на месте. Здесь уже, что касается бизнеса. Вот, к примеру, пока очень хорошо работал, к примеру, робот. Кто освоил, тот освоил, тот, можно сказать, урвал куш. Кто не освоил, чего-то испугался, были какие-то оправдания и так далее, а возы ныне там и везде-то. Когда проходит какое-то обучение, обязательно берите все от него. И когда вы будете знать, заходит оно у вас или не заходит, когда вы хотя бы месяца три поработаете этим методом день в день, ну, нет у меня результата. Вот уже тогда вы можете сказать, что этот метод у меня не работает, но перед этим вы еще должны показать, а что вы делали своему наставнику. Может, вы там общаться не умеете? Очень часто, когда проверяешь переписку, очень многие упрашивают. Никогда не нужно никого упрашивать, особенно бизнес. Это они должны стремиться попасть к вам, потому что вы им предлагаете изменения своей жизни, а не вы их упрашиваете. Если вы их упрашиваете, значит, они считают, я приду, мне все построят, мне все сделают, а я буду только листать бумажки. А потом, бац, прошло два-три месяца, четыре-шесть год, а бумажечек я не увидела все. Но сетевой не мое, наставник плохой, там проект никакой, фаберлик тем более и так далее. А это все мы сами виноваты. Мы с вами привлекли таких людей. Мы с этим сталкивались. Самодисциплина. Вот это у меня иногда до сих пор страдает. Но я думаю, наверное, идеальных людей, в принципе, не наверное, а нету точно. Поэтому сюда только план. Без этого, девчонки, никак. Потому что если не будет плана, у нас будет развеянное внимание, мы обязательно куда-то отвлечемся. Вот я буквально недели две назад начала избавляться. Раньше только кто-то записал. Так что кто написал, кто тут, сейчас нет. Если я реально занята, ничего страшного. Если серьезно что-то важное, позвонят. Так как звонят мне редко, я буду знать, что что-то важное. А раньше то туда, то сюда. В итоге один написал, а там же пропущенных много. Надо же прочитать всех. Потом то ответило, все ответило, бац, бац, бац. И особенно когда или готовишься к вебинару, или пишешь пост, или еще что-нибудь. Все. Ты развеялась, мысли ушли, пост не завершен. Ну, к примеру. Так что, девчонки, план дня должен быть обязательно. И лучше всего его писать с вечера. И мне еще, знаете, очень хорошо помогают будильники. У меня их, я считала, уже 15. То есть я на все-все-все ставлю в будильники. Вплоть до того, там, маникюр, педикюр, парикмахер и так далее и тому подобное. Потому что все нужно контролировать. И без бумажки я сейчас записываю все. Даже платежи полностью я записываю. Потому что голова до такой степени перенаполнена информацией, что все не уберешь. Ну, вот это можно сказать и про привычки, что я говорила. Мой доход, можно сказать, за этот месяц, конечно, я все, ну, все свои акты выставить не могу. Но, еще раз повторюсь, так как всегда у меня попадает, ну, не у меня, а у нас в основном два каталога, так что так и получается. Сейчас у нас высчитывают еще за билеты на форум, так что это уже с высчитом. Для кого-то это много, для кого-то это мало. Но, девочки, например, в моем окружении, родственниках и так далее, ни у кого нет такой зарплаты, да еще у девушек. Поэтому все в ваших руках. Да, кто-то эти деньги зарабатывает через три года. Кто-то, ну, я имею в виду в Фаберлик, кто-то через пять, кто-то через девять. А ведь кто-то же и вообще столько не имеет. Все в вашей голове. Раньше мне эти суммы не помещались абсолютно в мозгу, абсолютно. Сейчас я легко, даже вот мне недавно муж сказал, что там, как наш общий знакомый, купил себе там тачку за 120 тысяч, как бы все нормально. Раньше я даже не могла бы подумать, как можно купить машину за 120 тысяч. Сейчас у меня это нормально помещается, потому что я знаю, где он работает, сколько он зарабатывает. И для него, для него это пыль. Для кого-то 100 долларов деньги, а для кого-то это пыль. Для кого-то 1000 долларов деньги, а для кого-то это пыль. Это просто мы мало зарабатываем, поэтому нам это, эти суммы не помещаются. Поэтому, что-то у меня тавтология. Наша Оксана, как всегда, говорит, станьте директором в голове. Ведите себя как директор, как руководитель структуры. Не как консультант, а как директор, как руководитель структуры. Тогда люди вас будут уже видеть директор. Откуда они знают, на каком вы звании? Откуда они знают, сколько вы зарабатываете? Вы, главное, станьте директором внутри. И у вас всё-всё-всё получится. Ну и хочу выразить огромную благодарность нашей Оксане, моему наставнику, моему любимому мотиватору, моей подруге. Потому что во многом я её не слушала, во многом я её не понимала. И вы все знаете, как она всегда рассказывает, что проект она начинала сама, хотя мы уже тогда были. О своих принципах я вам уже рассказала. А как наш Оксана всегда говорит, что нужно смотреть на перспективу. Поэтому я сейчас тоже так стараюсь жить и смотреть на перспективу. Так что, Оксана, спасибо огромное за твоё терпение, за мудрость, что не бросила меня, потому что я могла остаться дальше в тех одноклассниках, в заведующий складом, со своими бумагами, со своими заказами, со своими пакетами. И осталось бы не просто даже на том уровне, а с тем же мышлением. А так, один раз мне говорит, где ты, почему тебя нету в чатах, почему ты, ой, мне некогда, раз, два, три, четыре, пять. Потом давай, ступай, вливайся. И так периодически повторялось, повторялось, и затем девчонки затянуло. А женский клуб – это просто нечто. То, что у нас происходит, то, что с нами делает наш женский клуб, это просто драгоценнейшая информация. И вот то время, когда я ввелась в чаты, это как раз был период, когда мы общались с одной компанией, и когда вот это все было переосмыслено, компания совсем ушла на нет, это уже года три. У меня начался рост, у меня началось переосмысление ценностей. Прекратились различные, как многие понимают, компании, природы, поездки и многое-многое другое. И когда я переосмыслила все, поставила перед собой приоритет, сейчас я могу сказать, что я 100% знаю, что мне нужно делать, как добиться успеха, как добиться того, что я запланировала, просто нужно делать. А у нас в проекте это все есть. Спасибо, девчонки, тем, кто меня вытерпел. Я реально думала, что за час справлюсь, но никак не получилось. Вот мне 15-20 минут, и нужно лететь на офис, девочки. Да, Настя, спасибо. Вчера девочкам в свою инфланерку два с половиной часа. Да. У Оли директор, шикарный мотиватор. Все, девчонки, всем вам удачи, верьте в себя, цель вперед, цель везде. И все, все, все у вас получится. Буду благодарна, если получу обратную связь в мотивационном, чтобы другие люди знали, сколько будет времени, когда будут смотреть записи. И прям очень надеюсь, что многим из вас вот моя история, моё откровение помогло в чем-то. Может, кому-то сделало волшебный пендель, может, кому-то какие-то выводы помогло сделать. Буду очень рада, если у вас все получится. А у вас все получится, потому что вы уже не такие, вы с нами. Все. Всем пока-пока.